Что такое южно-русская овчарка и откуда она взялась? В 1828 году в Херсонской области Николай I по 8 копеек за гектар продал одному немецкому герцогу из рода Аскания 33 тысячи гектаров для создания образцовой овцеводческой колонии. Она была названа Аскания-Нова и с 1856 года превращена в заповедник с самым большим количеством экзотических животных в России. Там родился и вырос Фридрих Фальцфейн, годы жизни 1863-1920. Человек, создавший породу собак южно-русская овчарка. Фридрих скрещивал разных овчарок и борзых, пока не добился желаемого вида и качества собаки. Красивая, неприхотливая, сильная, быстрая, не воняет псиной, хороший сторож, смелая и преданная одному человеку. Фальцфейн занялся выведением, потому что ему нужно было иметь правильных собак-пастухов. Помимо экзотических животных, он держал в заповеднике более 100 тысяч овец, которые и приносили ему основной доход. Для охраны этих овец, перегонов, а также селекции новой породы собак, Фридрих держал около двух сотен псов. Впервые южно-русские овчарки демонстрировались на всемирной выставке в Париже в 1904 году. Они были удостоены специального приза. После чего южно-русские овчарки были завезены в Венгрию, где их разводят в чистом виде под названием Командор. В 1933 году был создан государственный племенной рассадник южно-русской овчарки с центром Джанкоя в Крыму. Заповедник Оксания Нова был сожжен во время немецко-фашистской оккупации. Редких животных увозили в Германию, оставшихся расстреливали. Некоторые прямо в вольерах были раздавлены танками. Во время войны невероятная преданность владельцу не позволяла южакам покидать охраняемые объекты. В результате собаки гибли под бомбами и пулями, но не пытались прятаться, а продолжали нести службу. Порода чуть не погибла, так как была еще малочисленной, но после войны ее восстановили. Так потомок немецких колонистов вывел на земле Новороссии новую породу рабочих собак, которую назвал южно-русская. Спасибо за внимание.